Так, ребята, вот вторая часть, надеюсь, будет незаключительно, если будет много-много вопросов, какой у нас был очень жесткий перелет, жесткий отъезд, как все-таки это было все недоброжелательно, неудобно, со скандалами, с такими испытаниями. В общем, ребята, слушайте, слушайте мою вторую часть, наш отъезд. Мама говорит, за дверью слушаю тебя, заслушалась, я говорю, так, не мешай. Так, ребята, столько времени занимает, это какой-то ужас, оставайтесь, сейчас будет самое не то, что интересно, а надо знать. Ребята, надо знать, потому что люди очень обижены были, люди были очень возбуждены и доходило до дела, до скандалов, до рукоприкладства, ну, наши люди есть наши люди. Короче, собралось в аэропорту Киев, два аэропорта на время 8.35, в Вильнюс, Одесса, короче, пять рейсов и большая-большая очередь. Ребята, это какой-то тихий ужас. И знаете, как ничего не организовано, а как-то так всю спиралью закручено, закручено, не знаешь, куда встать. И уходит женщина в своем этом платочке, мусульманка, и говорит, кто не хочет ждать, пожалуйста, 20 долларов и свободный коридор. Вас быстренько проверят и идете в дьюти-фри, там идете в кафе, отдыхаете, ждете своего самолета. Я очень жалею, что я Людочку послушала. Людочка сказала, мама, нет, ни в коем случае будем стоять, 40 долларов тоже деньги. И она права. Но, ребята, я лучше бы заплатила эти деньги, чем я столько ждала. Как же мы устали, ребята, как же упало настроение. Отдых был полностью на смарку. Понимаете, там уже наши люди, и она ходит, и прямо 20 долларов, 20 долларов, очередь не продвигается. Самолет 8.35. Мы еще не в этой пограничной полосе, еще не за полоской. Там один мужчина уже не выдерживает. Слышишь? Вы что, специально это делаете? Да, ребята, специально, потому что 4 кабины, а одна только проверяет, чтобы шли все платно. Поймите, это чтобы с туристов последнее содрать. Ну или не последнее, но просто чтобы турист уже оставлял, даже в аэропорту оставлял, оставлял, оставлял свое бабло, понимаете? Вот. Короче говоря, смотрите, 8.15. У меня еще, мы очень и очень, ну человек, наверное, 300 еще. Друзья, клянусь, 15 минут до отлета человек 300 еще. Это просто, это кто был, кто знает, ребята, вы меня понимаете. Я подхожу к этой девушке, которая ходит, говорит 20 долларов, 20 долларов, и мне уже обидно, блин, я уже готова оплатить, ну столько простоять, понимаете? Я говорю, смотрите, вот мы стоим, а если мы опоздаем, надо как-то решать этот вопрос? Или только платно у вас этот вопрос решается? Мы же можем опоздать на самолет? На что она говорит? Вы не беспокойтесь, вы уже при граничной зоне, так что самолет без вас не улетит. Ну, хоть на этом успокоила. В итоге, сапоги, я в сапогах ехала и в куртке, и в платье я была. С меня два раза ребята снимали сапоги. Всю полностью, полностью, муза, муза, шмуза, прямо, знаете, даже немного были и лишние телодвижения у них. Немного даже вот здесь, вот здесь было лишневато, даже хоть это была и женщина. И с какой-то было все улыбочкой, знаете, и даже было похлопывание. И как-то, когда им говоришь, что, ну, какие-то вопросы, они делают вид, что они не понимают. И по-русски они, хотя все они понимают, но делают вид. И понимаете, они такие эмоции проявляют при разговоре. И непонятно, то ли они ругаются, то ли они шутят. Они говорят громко, эмоционально. И такое впечатление, что вот они какую-то гадость на тебя говорят, говорят. Это, конечно же, не так, но создается такое впечатление, когда ты, тем более, еще уставший, что что-то происходит не то, и ты ничего не понимаешь, и куда надо идти. В итоге, ребята, мы прошли, слава богу, 8.40, 8.35, говорю вам, самолет. Опять взвешиваем чемоданы. Мы, ребята, еще один контроль. И тут, короче говоря, нас, они все в масках, они все в костюмах, на нас смотрят. Ничего нам не делают. Опять длинная очередь. И мы становимся в общую очередь там, чтобы еще один контроль. Уже без чемодана. А ручная кладь, и опять надо разбуваться мне. И опять, представляете, опять полностью тебя будут смотреть всю. Ну, как же ж без наших женщин? Когда подошла наша очередь, вы что, красавицы, забыли, что... А мы первый раз, ребята, первый раз. Оказывается, существует очередь мужчин при второй проверке. При второй проверке мы этого не знали. И очередь женщин. И там еще был мужчина с женой, и за нами пристроились тоже женщины. Мы говорим, мы не знаем. Но такие женщины скандальные попались, прямо кричать начали. И мужчина, мы в перепалку не входили. Нас мужчина защитил. Говорит, так, женщины, успокойтесь. Сейчас вещи пройдут, ручная кладь. Они просто, их просто пощупают, и они пройдут. После вас не переживайте. Ну, такие, такие, знаете, я даже не знаю, откуда они. Ну, точно не из Днепра. Ну, точно не из Днепра. Потому что я их потом в самолете не видела. Ну, такие злые женщины. Или у них тоже нервы сдали. Но не без этого. Было очень неприятно. Понимаете, было очень неприятно, когда наши люди и вот такой скандал поднимают. Опять проверили. Кстати, остальная очередь, такие все хорошие. Девочки-то ради бога. Ну, если вы не знали, действительно, проходите. Нас вперед пропустили. А для девочки, которая была с нами, она паспорт потеряла. Мы потом эту девочку всю по аэропорту искали, что паспорт. Потому что все это суматоха. Опять эти вещи. Опять все вытрякивают. Не дай бог, какой-то там коралл провезешь. Потому что если коралл найдут, тысяча долларов штрафа, тысяча евро штрафа. Ой, друзья, короче, уставшие сил просто нет. У меня лицо опухло. Ноги опухли. Мы встали в 4 утра. Ребята, уже 9. Когда объявление на их языке, потом на английском я услышала, что на седьмую платформу седьмой километр, что на Днепр самолет. Быстро-быстро мы вбежали прям с людьми. Тоже люди... Там весь самолет, короче, был. Понимаете, с нами почти сзади, когда нас проверяли. Мы бегом в этот автобус, бегом в этот же самолет. Сидим, ждем. Люди еще идут, идут. В общем, ребята, в 9.30 мы взлетели. Понимаете? У старших сил просто нет. Кофе. Не успели же зайти ни в Дьюти-фри, ни в там же шкафышки полно, чтобы купить. Не купили, не успели не попить кофе. А в туалет хочу. А как? Я не могу с очереди отойти. Все, я уже получше, как стояла. Понимаете? Друзья, короче, такой осадок неприятный. Такой осадок. Вот это вот мне так... Понимаете? Даже я очень хочу опять посетить эту страну. Но теперь буду знать. Я буду эти 20 долларов, как зеницу ока, беречь. Я подарки не куплю. Но чтобы пройти без очереди, оплати. Понимаете? Потому что, ребята, это был ад. Это был ад. Тут же наша Украина нас встречает в самолете. Все, хотим кофе. Страшно. Блин, 3 евро кофе. Друзья, ну 3 евро кофе в нашем уже мы все. Считай, что мы в самолете. Мы в Украине. 3 евро кофе. Друзья, что вы думаете? Я покупаю нам большое кофе, одно на двоих. Но сил нет. Все. Воду с собой приезти же нельзя. Нам собрали завтраки, которые дал отель. Кстати, классный. Банан, огурец, колбаска, хлебушек. Вкуснятина. Вообще, и большое спасибо. Понимаете? Это просто начал вот этот трэш. Понимаете? Трэш страшный. Это просто невозможно было. Вот. Обидно было. И, блин, из-за себя, что ты уже почти в своей стране, в своем самолете. 3 евро. Блин, тебе кофе продают. Понимаете? В общем, купила. А дали нам сок. Сок мы выпили. Или у нас выкинули его перед самолетом. Короче говоря, прилетели мы. Не прилетели. Летели, летели, летели. Все хорошо. И тут она говорит. Мы уснулись, Людочка, спали. Весь самолет был очень уставший. Все спали, короче говоря. Кстати, еще про египтян. Там такого не принято, чтобы женщине чемодан помочь поднести. Там нет. Только доллар. Вот если не в Турции, сами брали. Даже пилот шел, взял у меня чемодан и поднес, куда мне надо. Иди, никаких денег. Тут этого не ждите. Только за доллар вам все это сделают. Тут, короче, стюардесса говорит. Мы в Киеве будем через 20 минут. Писец. В каком Киеве? Мы на Днепр летим. Я говорю, Люда, мы же не тут самолет сели. И все такие, ах, как? А кто хлопать начал? Кому Киев надо? Я говорю, какой Киев, блин? Нам же же Днепр. Ё-моё. Потом слушаем английскую речь. Так и Киев. Ребята, мы в шоке. Мама, потому что мы уставшие. Мы хотим кофе. Я хочу в туалет. Я боюсь летать. Я в самолете... Представляете, я 4 часа терпела. Я же не пошла в туалет в самолете. Ребята, что-то мне только стоило. Вы даже не представляете. У меня уже с глаз искры летели. И тут она говорит, что будем в Киеве приземляться. По какой причине? Неизвестно. Короче, мы начали, как мы уже, знаете, стюардесса. Выйди к нам, объясни, почему никто не выходит. Через 5 минут выходит стюард, улыбается. Она ошиблась. Нам 5 минут от этих хватило перенервничать, друзья. Давайте просто перенервничать. Короче говоря. Все, приземляемся. Уже видим родную землю. Азовское море. Кирсон. Море. Привет. Азовье. Уже видим, короче говоря. Уже потом видим. 5 минут. Мы уже в Днепре. Уже пошли наши... Мы что, уже знаем? На нашу землю. Пошла, короче, наша земля. Все, приземляемся. Приземляемся. Ребята, короче... Ага. Приземлились. Мы такие хлоп-хлоп. А не тут-то было. Как начало его трусить. Ребята, мы вот так вот взялись. Все вжались. Даже те, которые ничего не боятся. Вжались. Молчат. И знаете, как вот машину заносит на льду. Вот так заносить начала. Это потому, что моя мама уже знала. Она переживала. Понимаете? Вот у меня примета. Она на мне работает. Это примета. Она же уже знала, что я лечу. И переживала. Когда мы туда летели, нормально все было. Короче, знаете, как машина на льду. И заносит ее. Вот, ребята, вот так вот. Вот так. И вот так нас колотит, трусит. Думаю, ну все, писяц. Думаю, ну слава богу, что мы хоть на земле. Будем ли разбиваться? Либо что-то врезаться будем? Ну, хоть не разобьемся уже с высоты. Понимаете? Оставайтесь на своих местах. Оставайтесь на своих местах. Короче, мы не дарители, куда нам надо. Сказали, что на буксире нас будут тянуть. Нас тянут, короче, на буксире. Ребята, долго нас с самолета не выпускали. Правды нам не говорили, что случилось. Но мы все явно понимали, что что-то случилось. Вы видите? Явно понимали, что что-то случилось. Слава богу, вылезли мы, короче, с этого самолета. Ребята, еще раз говорю. четыре часа, я ждала туалета. Почему я об этом говорю? Потому что, ребята, ну, представьте, как я себя чувствую. Я хочу быстренько выйти, я уже просто не могу. И тут долгожданный, долгожданный мужчина, женщина, в кабинке, что можно зайти. Не тут-то было, ищут коронавирус. Понимаете? Стоят вот, еще мы не можем зайти, потому что стоят в этих амбудированиях, в этих масках. Космонавты нас встречают. Ни слова, ни здрасте, ничего. Нас снимают на какую-то фигню. Какие-то лучи на нас, короче, это самое. Ребята, я вообще, я уже вот так вот стою, я стою и думаю, ну, все. Позор на мою голову будет сейчас. Этот позор произойдет сейчас. Понимаете? Вы понимаете, какой, да? Не можем никак пройти. А еще что паспортный контроль. Вот, друзья. Ну, перед паспортным контролем, слава богу, еще туалет есть. Короче, у нас есть... Понимаете, что мне не понравилось? Хотя бы сказали, мы вас там снимаем, мы там что-то хотим. Нет, тупо подходят, знаешь, в бошку прямо. И вот так вот смотрят. И знаете, я никогда не была милицией задержанная, но у меня было такое впечатление, что меня задерживают как рецидивиста. Вот такой взгляд, понимаете, такой вот, мол, что я привезла. Типа, знаете, что они хотят в этих глазах увидеть в моих, понимаете? Было очень неприятно. И мы все поняли, все пассажиры, мы как-то сплотились, как-то все подружились уже, начали все, знаете, дружить против вот этих всех космонавтов. А что вы хотите? Почему вы нас снимаете? Что происходит? Куда мы прилетели? Мы хотим домой, мы хотим паспортный контроль, мы хотим в туалет. Короче, ребята, ну вы знаете, я уже просто не могу терпеть, я лазейку нашла, и такой, джух, а меня за штирку. Куда? И я говорю, я вас очень прошу, я вас умоляю, пустите меня. Я вас просто призываю, пустите. Он такой, ладно, быстро, быстро, и сюда, обратно. Ну, ребята, быстро, ну, как я могу быстро, если пол самолета пошло в ту кабинку, понимаете? И мы с этими женщинами. И смех и грех. Кто курить хочет, кто айкать закуривает, кто сигареты, кто уже не может. Короче, все на нервах, но, слава богу, тут уже никто не драмался, тут уже никто не скандалил, все было нормально. Короче, вышли мы с туалета, нас опять просветили, мы уже, это, знаете, слава богу, уже что хочешь с нами, то и делай, знаете как. И, слава богу, наши пограничники, большое им спасибо, такие мальчики хорошие, они прямо, знаете, видят, что мы уже возбужденные, что мы сильно уставшие. Кто в окошко принимал, кто просто подходил к нам документы, проверял и сказал нам, к нам просто подошел, проверил документы, сказал, девочки, идите. Быстренько какую-то фигнюшку провел, девочки, идите. И мы быстро, 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 за чемоданами, ребята, уставшие. Я хочу сказать, что мы приехали в час дня, я легла в три, и проснулась только утром, в очень плохом состоянии. Акклиматизация была просто ужасная, когда мы туда приехали, такого не было, там было море солнца, море позитива, постоянно были эти дни очень и очень насыщенные. Ребята, я могу еще рассказывать и рассказывать. Вы мне напишите, если будет вам интересно, про таксистов, где покушать, где дешевле купить, креветки, морепродукты. Я вам все-все расскажу. Вы только дайте мне об этом знать. Все, ребята, очень много заняла и своего времени, и вашего драгоценного. Кто со мной познакомился впервые, подписывайтесь на мой канал. Ребята, и не скупитесь на лайки, поставьте лайк. И, о господи, о господи, как же хорошо путешествовать, но без приключений. Ребята, этот коронавирус, я не знаю, собрались в Италию уехать, все, все отменяется, наверное, потому что неизвестно, что нас ждет. Но, но мы будем все равно интенсивно работать, зарабатывать, чтобы еще вернуться в эту прекрасную страну Египет. Она прекрасна, прекрасная страна. Я всех люблю, целую, пока. Ваши Нотелли.